приветствую любителей видео на блюрей дисках и сегодня небольшую распаковочку сделаю на зоне сделал покупки увидел вполне доступной цене джек ричард с томом крузом я не помню про что этот фильм но учитывая что у тома круза практически нету плохих фильмов то в общем тут думать было нечего и впечатленная его миссия невыполнимая с огромным удовольствием приобрел джек ричард наверняка его видел но не помню именно про что здесь хотел бы показать купая на зоне и здесь у нас фигурирует наклейка из эльдорадо 499 рублей он продавался 27 сентября 2014 года вот вернее эта наклейка была наклеена с тех пор как видим он не продался он по-прежнему запакованы прошло уже семь лет то есть в руках у меня такой раритет и как видите это не первая наклейка там что-то было еще интересно как вы думаете предыдущая наклейка было больше или меньше возможно это невозможно узнать потому что все это совсем застыла давайте попробуем но нет тут нет тут она и была одна ничего не изменилась то есть этикеточка продержалась семь лет давайте попробуем распаковать посмотрим вот так же я смотрел на озоне есть и вторая часть но стоит ли она внимание я думаю я решу после просмотра этой части также обрадовала информация о начале съемок фильма джон в 4 я как раз просмотрел причасти мне очень интересно что там было дальше и вот пожалуйста сегодня главный герой у нас прибыл на съемки фильма у нас тут слип да все отлично а некоторые жалуются что я слышал покупатели на то что диск типа пиратский на нет ребята это не пиратский это лицензионный диск там не всегда бывает красивая наклейка как на пиратка это нас это лицензия детка вот эти рукава всегда достаточно так не очень удобно вкладывать будем посмотрю оценю следующий фильм очень редкий пока он есть на озоне я всем рекомендую если вы любите боевики очень крутой фильм про то как корея напала на сша сбросила десант вывела оружие все из строя и захватила города и ну и здесь вот сопротивление очень здорово с огромным удовольствием его не раз смотрел поэтому когда увидел что его можно в блюрей качестве купить то сразу это было мгновенное решение ну и также если уж подходить более подробно то на самом деле фильм называется неуловимый а редаун а редаун это красный рассвет а красный рассвет у нас выходил намного раньше еще когда был железный занавес скажем так в ссср да но тот фильм конечно сильно хуже а здесь в современных реалиях современное оружие все очень круто очень понравилось не рассмотрел и поэтому увидел и побежал купить и причем тут книжечка голодные игры в фильме неуловимые а это даже вообще у нас рассказ какой-то точеческ сагов продолжается мне есть кстати голодные игры все чай а нет не голодные игры меня есть и части бегущей в лабиринте ну то есть это на самом деле было где-то три фильма таких вот знаковых это бегущий в лабиринте это дивергент инсургент три части должна была четвертая быть но актеры не захотели сниматься больше и в общем продюсера забили скале нафиг этот дивергент и еще были конечно голодные игры очень класс хотел их приобрести но пока нет у них коллекции бегущей в лабиринте тоже очень понравился если кто не знает этот фильм вообще-то про мир после катастрофы сейчас и он населен там зомби города после ядерной войны ну то есть очень даже круто просто именно зомби появляются во второй части он вот в этой вот когда они выходят наконец в город разрушенной атомной войной вот ну крутой фильм что сказать это мне на лицензии все и здесь вот у нас неуловимые необъяснимые на самом деле красный рассвет ремейк очень крутой фильм ну да и думаю вы уже видите крис хемсворд тор да кто кто-то его знает как тор здесь присутствует да и другие актеры вам известно в общем не раз вы их видели потом в других фильмах очень мне вот этот вот нравится фильм их небольшое количество на зоне поэтому я пока рекомендую цена низкая общем я не вижу причин что-то думать надо просто брать и хватать сейчас я им прям все продажи сделаю этого фильма я думаю вы не пожалеете так но вот я прошлый раз рассказывал что у меня пришли бы фильмы быстрее чем кролики и здесь у нас авторская версия честно говоря я не понял как чем он отличается от не авторской в общем все которые версии видел это примерно я эту версию видел просмотрел очень классный фильм очень понравился как обычно вы уже не знаю в какой раз я посмотрел спокойный душевный класс очень доволен опять же еще раз повторюсь что его взял и вот я также посмотрел фильм люси люся да и и правда там переводчики называют люся и что я могу сказать мне уже люди написали что фильм там классный все такое да я действительно оказывается его пропустил не смотрел вот поэтому было вдвойне приятно в общем то узнать что про этот фильм посмотрев его так вот фильм базируется на идее что человек использовать только десять процентов мозга а что будет если он задействует все сто процентов да ну сперва двадцать тридцать сорок и в итоге максимально вот но знаете мне кажется это идея и люк бессонный эту идею развивает этого идея он прямо горел и и пытался реализовать фантазировать чтобы было но мне примерно это кажется схожим с тем как а допустим бодибилдер качается и накачал мышцу ну диаметром например там 20 сантиметров и жмет допустим 50 килограмм будет а если у меня будет 30 мышц то я буду жать уже 70 килограмм а если 40 и а потом а если у меня будет пять метров мышцы то я вообще но это примерно я думаю та же самая идея вот про мозг если мы не знаем чем занят мозг остальная часть мозга то это не значит что она не занята и ничем не занята ничего не делает но это в общем мои мысли но сама идея конечно классно завораживаешь поражающим фильм начинается как дешевое какое-то поделие от люка бессона люк бессон безошибочно узнаваем фильм начале выглядит достаточно бюджетным а также очень ощутимо вот лично мне он напомнил как бы как будто бы репетицию перед призраком в доспехах потому что актеры многие те же декорации многие те же ну то есть прямо вот преемственность такая есть это как вот финальная репетиция перед призраком в доспехах вот что касается идеи заложенной то призрак в доспехах это такой вот поразительный киберпанк один наверное самых лучших а может и самый лучший который есть вот среди фильмов вот но люси она по идее круче то есть его посмотришь и такой потом сидишь и думаешь нифига себе как круто ну то есть если посмотрев призрак в доспехах ты сидишь такой думаешь нифига себе какой классный фильм как он какой он крутой как он красивый как вообще вот это все придумали да но не думаешь про идею потому что идея ну идея идея как бы обычная как у любого как будто блокбастер то у люси ты посмотришь это да блин вот это вот просто интересно конечно люк бессон он консультировался с учеными у них во франции есть институт а по изучению мозга и там даже есть нобелевский лауреат с которым он и беседовал в общем то они его и заинтересовали вот этой идеей что вроде как 10 процентов мозга используется а что будет если 20 процентов ночь при 20 процентов он сможет лечить свое тело до влиять на него при 30 процентов сможет управлять другими людьми там внушать им и так далее потом начинает управлять материей то есть предметами левитация и прочие вещи и в итоге там конечно иллюзия докатилась до того что по сути она безграничные возможности открыла и даже за пределы вселенной попала может быть вы по фильму этого не поймете но вы это поймете если посмотрите дополнительный материал который идут на диске ну тоже с интересом всех посмотрел фильм очень понравился я бы его оценил по технической реализации на четверочку может быть с минусом а вот по идее на 5 поэтому классный фильм всем советую в коллекцию даже если начало не понравится то после процентов 25-30 фильма понравится я думаю любителям фантастики тем более даже не любителям фантастики а просто людям которые хотят какую-то свежую идею новую которая на их может впечатлить и здесь есть чему впечатляться актеры все играют в общем-то нормально они играют единственная скарлетт йоханссон она говорит и люк бессон говорит что ее игра была потрясающая потому что ей надо было показать что по мере того как она становится все умнее и умнее в ней пропадает человечность пропадает эмоции но на самом деле все это сводится к тому что чтобы показать что у нее есть эмоции и показали как она там дергается на дискотеке в танце в неком секунду 15-20 вот это так и изображали что у нее есть эмоции а что у нее нет эмоции когда я не очень понял в чем эта разница примерно там все было одинаково это знаете скажем так это не имел гибсон или там другой какой-то актер который может сыграть что угодно как бы любые эмоции вы будете потрясены тут все сильно скромнее поэтому может быть люк и увидел что-то но я как-то не разглядел в общем ну сыграла она обычно в общем призраки призраки в доспехах она тоже точно также примерно сыграла все хорошо такое французское кино которое обычно ну по как бы по ощущениям потраченных финансов вроде как всегда уступает американским по крайней мере по субъективным впечатлениям и здесь вот такое же ощущение вот но фильм очень понравился очень довольны что у меня есть идея здесь супер классная вот ну теперь я знаю что такое за фильм люси от люка бессона в общем круто также я видел что есть наметки про люси 2 то есть может быть и ремейк какой-то будет ну ребята все на это я завершаю обзор понравилось можете поддержать канал всем пока и до новых видео